здравствуйте я недавно делала видео которое называется как легко строчить трикотаж и я показывала как можно строчить трикотаж с помощью газетной ленточки вот делала я это видео на значит зашивала я вот эту вот блузочку она очень скользкая очень ну такая как знаете называется масло даже вот очень такая она значит я получила множество комментариев спасибо вам огромная всем за то что вы очень активна и за то что смотрите мои видео за то что комментируете и комментарии были самые самые разные и вот я сегодня хочу ответить на некоторые а может быть даже как получится и на все из ваших комментариев эти смотрите я хочу показать вам значит как счет машинка мы читаем На одном комментарии было, что нужно шить двойной иглой. Вот, значит, я сейчас вставила... Смотрите, у меня здесь стоит двойная игла. Потом я хочу прошить трикотажной иголкой. И в итоге посмотрим, что у нас получится. Итак, приступим. Опять-таки, по поводу того, опять разгорелись у нас такие споры с подписчицами, что нужно сначала опустить иголку в ткань, а потом опустить лапку, или наоборот опустить лапку и опустить иголку. Не знаю, может быть правильно так, как говорят некоторые подписчицы, что нужно сначала сделать, опустить иголку, а потом опустить лапку. Но, как я уже писала в своих комментариях, мастер, который чинил мою старую машинку, он мне показал, что нужно делать вот так. И когда я стала делать именно так, что сначала опускать лапку, а потом иголку, совать в ткань, моя машинка стала шить безотказно. Ну, итак, давайте попробуем. Вот у меня двойная иголка. Я опускаю. Так, что у меня стоит за строчка? У меня даже здесь стоит строчка сейчас. Нет, давайте мы поставим строчку. Самую трикотажную будем говорить так. Специально оверлочная строчка для трикотажа. Ну вот, ставим. Значит, опускаем иголку и попробуем. Так, берем нашу ткань и смотрим. Ноль. Результат ноль. Двойная иголка. Сейчас я хочу показать опять-таки, значит, многие говорят, что только иголка для трикотажных ниток. Я еще не пробовала строчить эту именно блузку трикотажной иголкой. Вот сейчас мы вместе с вами и попробуем. Вот я купила такие иголочки. Сейчас мы выберем подходящий номер. Я шью обычно номер 90. Так. Вот я использую, знаете, стало уже плохо видеть. И вот я использую... Ага, вот как раз 90. Иголочка номер 90. Сейчас мы ее поставим. Вынимаем двойную иголочку. Вынимаем нитку, которая нам уже не нужна. Вторую нитку. Так. Теперь одеваем иголочку лысенькой стороной от себя. Во всяком случае, в моей машинке это так. По-моему, в Подольской, насколько я помню, там как-то в сторону лысей стороной надо вставлять. Так. Делаем до упора. И подкручиваем вот отверточкой. Ну что, теперь заправляем мы нитку. Так. Это у нас штукуличная ниточка. Ну и пробуем. Трикотажная, значит, смотрите, трикотажная иголка. Строчим. Сейчас мы будем и вдоль и поперек смотреть. Опять. Я не знаю, кто как хочет, я опускаю лапку, потом иголку. Ну что, выставляем шов. Давайте поставим, ну давайте для эксперимента, мы сейчас поставим самую простую строчку, которую я строчила через газетку. Обычная прямая строчка. Давайте пробуем. Ну и вот, дорогие друзья, результат ноль. То есть, не всякую ткань берет трикотажная иголка. Вот. Давайте поставим строчку трикотажную сейчас. Значит, я выставляю, у меня есть такая строчка, она стоит именно на моей машинке, я вам сейчас покажу. 12 номер, это строчка вот, оверложная. Вот она, 12 номер у меня. Видите, это такая оверлочная строчка для трикотажных изделий. Значит, сейчас я ее выставлю. Так, и 12 номер. Пробуем. Берем опять нашу футболочку. Я специально строчу, не выключаю камеру, чтобы, будем говорить так, вы не заподозрили меня ни в каком обмане. Так. Вот у меня строчка выставлена оверлочная. В том же положении, как я строчила через газету. Поехали. Жуем. Давайте еще раз. Смотрим. Ну, опять ноль. Так, еще один комментарий был. Одна подписчица мне сказала, что нужно не до конца закручивать иголку, в смысле, не до конца ее до упора вставлять. Давайте чуть-чуть опустим иголку. Я, конечно, боюсь, что работа моей машинки может разладиться в итоге, но давайте попробуем. Вот так. Я чуть-чуть опустила иголку. Давайте будем пробовать. грибинь. Ну, вот опять, дорогие друзья, И опять, смотрите, опять полный ноль Ну и что? И где теперь наша газетка? Газетку я выбросила Сейчас я вырежу новую И покажу вам уже с газеткой Так, ну вот я газетки вырезала Теперь я достаю иголку Ту, которой я шила Дело в том, что я уже много лет Шью одной и той же иголкой Она у меня до сих пор никак не сломалась И я шью подряд ей все Это тот же самый девяностый номер Да, вот, пожалуйста, девяностый Я ее просто храню в коробочке Из-под двойной иглы, чтобы не потерять Не перепутать Вот я двойную сюда убираю А эту мы поставим в машинку сейчас Значит, выкручиваем мы вот эту иголочку Которая для трикотажа И ставим обычную иголку Которую я вам показывала в прошлом видео Значит, ставим опять-таки как положено От себя, лысой стороной Чуть-чуть подтягиваем Отверточкой Берем обычную строчку Я не беру сейчас никаких диковинных строчек Берем ту строчку, которая была у меня в моем видео Значит, два с половиной шаг Обычная ровная строчка Берем газетку Берем нашу кофточку Вот я ложу газетку Я опускаю лапку И загоняю иголку Так, ну что, давайте попробуем ровную строчку Так, теперь давайте попробуем зигзаг Так, а теперь давайте, знаете что Сделаем зигзаг с более У нас как будет более мелкий ход Ему шаг дадим, вернее Вот так сделаем Мы сейчас развернем его даже вот так И пойдем в обратную сторону Так Так Да Так И смотрим, что мы тут с вами нашили Значит, с этой стороны Ну плохо видно, наверное Я что-то не переставила Ну вот смотрите Зигзаг есть Строчка есть Газетку я отрываю Значит, по поводу того Опять-таки в комментариях было Что если сильно потянуть То, значит, строчка порвется Лопнет Ну да Если вот эту ровную строчку потянуть Хотя, вот смотрите Я, если взять ее на сильном большом Вот даже я, вот смотрите Я тяну Она пока не лопнула Ну, если может быть уже сильно-сильно Ее драть Может быть Так, трикота Зигзажная строчка Она вообще не лопнет Ну, конечно, если сделать более мелкий шаг То можно будет просто прошивать Это дело зигзагом Вот Смотрите Вот зигзагом я прошила Да, немножко, может быть, сделать мельче шаг И шейте на здоровье Смотрите Прекрасная строчка получилась Ну и все Я ответила на все ваши комментарии На все ваши вопросы Значит, всего вам доброго До свидания Пусть у вас все всегда получается Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!